В 2010 году по поручению ректора Ильшата Гафурова в Казанском университете создается телеканал Универ-ТВ. С 2012 года на телеканале запустились первые круглосуточные трансляции, началось вещание в интернете. С того времени работа на телеканале не прекращалась. Совсем недавно Универ-ТВ вошел в рейтинг лучших вузовских телеканалов мира, заняв в мировом медиапространстве 60-ю позицию. Мы знаем, что Казанский университет входит в сотню лучших вузов в мировом научно-образовательном пространстве по двум направлениям. Это направление образования в рейтинге Times High Education, заняв в этом году 90-ю позицию, имените газового направления, ворвавшись на 66-ю позицию в рейтинге QS. Таким образом, новость о том, что Казанский университет занял 60-ю позицию в рейтинге лучших вузовских телеканалов мира, лишь подтверждает тот факт, что Казанский университет продолжает стремительно развиваться. И в глобальном медиапространстве тоже. Еще в 2010 году ректор университета Александр Акадьевич Гафуров принял это решение. Оно было неординарным сделать телеканал. Ни один университет, ни один ректор не пошел на это, потому что это требовало достаточно серьезного финансирования и каких-то организационных решений. Казанский федеральный университет, ректор, сделал это. И телеканал будет на плаву, потому что у него есть мощная база, основа. Это Казанский федеральный университет, где более 10 тысяч сотрудников, 50 тысяч студентов. Такая база, она, то есть, если мы возьмем 50 тысяч человек и еще членов их семей, то можно говорить, что это достаточно серьезный город, 150 тысяч человек. Канал будет развиваться и расти. Пока развивается и растет Казанский федеральный университет. К слову, Универ ТВ второй раз признан лучшим студенческим телеканалом России, Международной ассоциацией студенческого телевещания МАСТ. Первый раз это произошло в 2017 году. Церемония награждения прошла в рамках второго Всероссийского конгресса молодежных медиа, Международной ассоциации студенческого телевидения, которую посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Кстати говоря, в этот же день, 25 января, президент России побывал и в самом Казанском университете. И вот в 2020 году Универ ТВ снова удостоен звания лучшего студенческого телеканала. Иными словами, телеканал Универ ТВ – обладатель очень оригинального контента, который, скажем так, на нашем профессиональном языке заходит в любой возрастной аудитории. И каждый найдет здесь что-то свое. И самое главное, мы доказываем в очередной раз, раз за разом, что наука – это совсем не скучно, это наоборот очень интересно. Работают на Универ ТВ не только профессионалы своего дела, но и студенты с разных курсов, которые также сносят свой вклад в работу канала. Мы делаем различные телепередачи для нашего телеканала. Направленности абсолютно разные – от спорта до компьютерных игр. Этим занимаются в основном студенты первого, второго, третьего курсов. Для них это очень хорошая стартовая площадка, они могут сюда спокойно прийти в любое время. Всегда найдем, чем его занять. Ни один телеканал не обходится без прямых трансляций. Вот здесь, в этой студии, свои прямые включения проводит директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский. Лицом любого канала являются новости и являются программы обзорно-аналитического характера, выходящие в прямом эфире. Приятно, что в Универ ТВ входит число тех телекомпаний, которые никогда на протяжении своей истории существовали, не отказывались от прямых эфиров. К слову, не стоит забывать и о тех, кто стоит по ту сторону камеры и отвечает за производство телепрограмм и другие технические нюансы. Получается так, что Универ ТВ – это малозатратное бюджетное производство, где один человек берет на себя множество обязанностей, когда на других телеканалах для этого требуется целая команда. Специфика телеканала такая, что ты должен уметь все. Ну, то есть твоя задача – взять камеру, отснять то, что нужно, заснять звук, не звук, прийти и полностью выдать готовый продукт. Какой-то конкретной должности, специализации на нашем, ну, конкретно в нашем отделе нет. Очень важный аспект любого телеканала – это новостные программы. Здесь трудятся ребята из Универ Ньюз, каждый день снабжая российское телевидение как мировыми новостями, так и новостями из университета. Надо работать очень быстро, надо быть здесь и сейчас, надо уметь включаться вовремя в события. Здесь трудятся ребята, которые кто-то закончил, включат телевидение здесь у нас, кто-то, допустим, хочет пройти стажировку. Мы даем такую возможность. После того, как корреспондент сдаст сюжет, я накидываю на него графическое оформление, правлю некоторые кадры, звук и отвечаю за выпуск готового сюжета непосредственно в эфир. Таким образом Универ ТВ – органичный сплав как профессионалов своего дела, так и студентов, начинающих журналистов. Команда, которая работает как единый механизм, выпуская аналитический, образовательно-познавательный, развлекательный и новостной контент. Лев Диденко, Галета Басова, Универ Ньюс.